В общем, девочки, сложного мужика вам Смотрите Я каждое интервью начинаю с мифа о мужчинах Все мужчины полигамны по своей натуре Это природа, так устроено Вы не можете быть только с одной женщиной Это правда? Каверный вопрос Поверь, честно Я, во-первых, в юности мечтал о том, что у меня будет одна единственная любовь на всю жизнь И, собственно, придерживаюсь того, что в своих мечтах, представлениях в лучших, в идеалистических Что так должно быть Должен прожить человеком всю жизнь Не потому что должен, а потому что это счастье Вопрос в другом, что мы никак не можем найти это счастье Кстати, по поводу полигамности Сейчас женщина не менее полигамна, чем мужчина Если даже не более полигамна И чаще приходят отношения от женщин, чем от мужчин Да, потому что сейчас как-то так Женщина, по сути, да, это с одной стороны и божественное создание С другой стороны и дьявольское Причем так активно Мужчина где-то посерединке Он животное, есть животное Она может быть лучше воспитана, хуже воспитана, интеллигентно Образована, талантлива Но она все-таки мужчина Он, если мы исключаем эту основу То мужиков не будет Мужик все равно воин, добытчик, защитник, агрессор Иначе он не мужчина А у женщины либо это святость Причем вот в том же самом состоянии Либо это падение Поэтому если изменилась жена Семья как, ну как есть Она энергетически уничтожена, пробита Если мужику скажут, ты знаешь, а мы твою Это все, это конец Если он, в конце концов, даже другие женщины скажут Ну, молодец, ходок, еще выстоял Еще и жена довольна там И любовница довольна Но все равно восприятие такое Вот интересная такая история Что почему-то как-то у мужчин это классно Но у него есть другое право У него есть право все-таки в этом смысле больше По идее ходить под пули, умирать Рисковать Да ладно, а девчонки что, не ходили у нас под пули? Ну даже если мы вспомним Великую Отечественную Ходили Нет, но это была все-таки такая война для всей нации И все равно не в таком количестве Все-таки мужчина на войне это заложено Женщина на войне это невероятно и невозможно Это неправильно Женщине не место там У меня есть еще один миф на этот раз про женщину Женщина вдохновляет мужчину, обеспечивает ему тыл и возможности для развития Это правда? Потому что опять-таки все равно женщина это тыл Она действительно шея Но только если эта шея живет Как как Есть, вспоминая биологию Паразиты, которые живут на дереве Да, использую Есть паразиты, которые помогают Они уже вроде не паразиты Вот здесь куча разных сочетаний И если женщина действительно печется о своем мужчине И ей хватает ума и мудрости Она поднимет мужчину наверх Вот тут у меня всегда возникает вопрос Любого мужчины? Ну то есть например Нет, не любого Не любого А покажи мне тех мужчин, которые рвутся вперед Их тоже очень мало Сейчас самое-то страшное, что В общем-то никто никуда не рвется Ну, нет, должны быть данные А как? Бери полено и попробуй его поднять И полено останется поленом Поэтому не-не-не-нет, нисколько Но это сочетание Если уж нашелся мужчина, который готов идти вперед Ему нужна поддержка То вот хорошо бы найти ту женщину Которая скажет Да, конечно, милый И еще надо всегда понимать Если твой милый дурак, то ты дура То есть так же Если твоя жена дура, то ты дурак Если он половая тряпка Которую ты вытираешь ногу Никакой он не герой То ты вытираешь ноги И ты такая же тряпка И ты живешь тряпкой Женщина должна уметь делегировать какие-то вещи мужчине Оставаясь все равно головой По большому счету А какие, например? Ну вот, опять-таки Принятие, наверное, определенного решения Причем умный мужчина Всегда обратится к женщине за советом Обязательно А послушает? Послушает У вас интуиции чутье развито гораздо больше Но есть вещи Есть, конечно, внешние проявления То есть Короле играет свита Мужчину Играет его женщина И сплошь и рядом Когда ты слышишь Ой, да мой-то Все Вот как бы Не то, что ты там плохая Гуляя король Нет, дело не в этом Но Как только я не с королем Ну и я не королева И для всех не король Говорит А знаешь, что они Говорит его жена Что Ой Есть зоны, где мужчина Принимает там решения Связанные с безопасностью С какими-то конкретными действиями Когда женщине не стоит влезать И показывать свое мнение Она может сказать об этом потом Надо Кто-то из подружек Из моих Моих великовозрастных Очень точно сказал Надо уметь подносить снаряды А вот если ты подносишь ему снаряды И поддерживаешь его в войне И никогда не пытаешься его вернуть С этой войны Пока он не закончил сам Он будет с тобой Он тебя будет любить И ты для него будешь генерал Но если ты прекращаешь подачу снарядов Если ты оспариваешь его право на войну Не важно Со стулом С хулиганами на улице С чем-то еще Все Ты не с ним Ты не его поддержка Но в принципе Кстати это обоюдно Потому что если мужчина не поддерживает женщину В ее каких-то начинаниях И не пытается в них вникнуть Тоже он чужой Как тебя вдохновляли И поддерживали твои женщины? Ольга, например, меня очень многому научила Потому что я ей благодарен После развода мы продерживаем Очень хорошие отношения Мы общаемся Все у нас замечательно Ольга Продвинутый пользователь Во всем В технологиях В отношениях И она во многое поменяла мои взгляды Потому что все-таки я Оттуда Я из Советского Союза Сделан тогда и там И вот это ее Не мытье-то катание О том, что надо Надо заниматься этим Надо заниматься этим Есть еще такой вариант Есть такой вариант Посмотри шире Я тебе могу сказать Что я это взял Чтобы это принесло большой успех Может быть нет Но это может быть процесс Время Еще это даст какой-то результат Но в основном Я всегда вдохновлялся Наверное Собственной любовью Крылья Появлялись крылья Ощущение полета И тогда ты творишь Ты приходишь на площадку Ты легкий, счастливый Ты не раздражаешься На то, что Вызывает раздражение В обычной жизни Наверное так Потому что все-таки Совсем такое вдохновение Вдохновение Ну Может быть просто Вот Не совпало где-то Может быть я Не очень требовал Этого вдохновения Скажи Мужчинам стыдно за измены? Да А вы вот между собой Это как-то обсуждаете? Ну такое там Звонит тебе там Не знаю Твой друг там Вася условно Говорит Слушай, Саша Я тут ужас Кошмар Ну Телефонной звонки нет Но в разговорах да И Даже Вообще обсуждение С самого начала По юности обсуждение Самих измен Это был такой шок Но когда кто-то говорит Ты знаешь А я вот Как? То есть это не только я Это у всех Это некое открытие Что это есть А потом идет Обязательный разговор Если уж это происходит Почему? Да То есть мужчина все равно Ищет так же как и женщина Объяснение Почему он это делает Чего ему не хватает А чего это происходит И Это если Семья уже абсолютно На грани развала Если там уже есть ненависть Тогда это может быть Да пошла она там Я пойду сейчас Вот это Вот это Вот это Во всех остальных случаях Это все равно Попытка оправдаться А значит стыд Значит Не уют Никто Ну что же в этом хорошего Нет Ну в процессе Там все очень неплохо Но на выходе Когда ты смотришь глаза Нет Лучше не изменять Лучше Да Давай так Я знаю что такое измена Я знаю и по отношению ко мне И я знаю что это со своей стороны И я это прекрасно понимаю И это тема И я тебе не зря сказал Что мужики мучаются Потому что это мучительно Это сложно Расскажи мне Как вы мучаетесь Это вот Знаешь Это тоже очень частый вопрос Ну истерик наверное нет Хотя я тебе могу сказать Что наверное по молодости Если уж на то пошло Когда восприятие очень острое И все это впервые У меня было просто одно расставание С моей любовью Когда После нескольких лет У нас были с одной стороны прекрасные отношения С другой стороны адские Потому что то мы сходились То мы расходились И это были какие-то просто бешеные отношения И формулировка прозвучала так Когда с утра На рассвете Сидели мы на кухне Допивали свой студенческий Растворимый кофе Я сказал Я тебя сейчас отвезу домой И больше мы с тобой не встречаемся Я больше так не могу Я устал И я сделаю все Чтобы не вернуться к тебе Я перетрахую всех Кого только можно Чтобы я не смог уже к тебе подойти То есть это восприятие юности И собственно говоря Когда я этой девушке первый раз изменил Тогда уже после всего этого Я плакал О потере О невозможности вернуться Было такое ощущение Что я когда-то провалился В какой-то грязи Причем девчонка С которой я изменил Она была влюблена И все было как бы Ну чисто Это было не по пьяни Не в кабаке Нет Это тоже был некий результат Потому что мы дружили 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 Она меня в общем Мягко говоря добивалась Тихонечко Очень подспудно И вот как раз тут это расставание А чувство все еще есть То есть после фразы Я там выпью все что горит И трахну все что движется Прошло определенное количество времени А почему ты называешь это измена Если вы уже расставили Ну это была измена Потому что на самом деле Мы так расходились много раз Сходились И первая измена была с ее стороны И как ты это воспринял? Был вечер Я приехал на квартиру Которую она снимала Зашел А что там Ну там у нас Я постоянно Движение Ты понимаешь Я начал Расспрашивать Что происходит Объясни Что теперь Что случилось Дальше была фраза Что ты должен просто знать Я чувствую себя свободной Я тебе не принадлежу Поэтому у меня есть мужчина Я сказал хорошо Выкурил сигарету Тогда еще курил Потом выкурил вторую Молча Я сказал ладно Одел кроссовки Ушел Но это я ушел от нее Так Дома была истерика Причем получилось Так что У меня были лекарства Которые уже было отвезти Я потом поехал У нее был парень Который я тоже знал Они жили потом Какое-то время вместе Потом она рассталась И опять вернулась ко мне Я приехал Привез ей лекарства Слушай Что так держало Вот в этих отношениях Ну вот вроде как Ты рассказываешь И там прям Очень много боли Очень много боли И представляешь Она прямо тебя Прямо чувствует Но было и счастье Во-первых Это было первое Наверное серьезное Взрослое отношение В котором мы были попыткой Строить семью И жить вместе Это была борьба личностей Но при этом В те моменты Когда она была со мной Она была абсолютно открыта Она была Ну как Как тебе сказать Знаешь Вот такое дурацкое слово Пафосное Но вот ее космос был моим Я через нее входил В ее космос Она очень боялась Потерять свою независимость А я ее все время Пытался отобрать у нее Я Обретя Это счастье и любви Пытался сделать ее Частью своей жизни Абсолютно Я не то чтобы запрещал Но я понимаю Что я ее душил Потом я все это понял А она как раз Не могла С этим мириться Она очень особолюбивая И она в какие-то моменты Она кидалась ко мне А потом опять уходила И причем мы искренне говорим Да я не могу без тебя Я не могу без тебя Но сейчас ты встанешь Уйдешь И мы опять там Несколько месяцев Не увидимся Поэтому Когда происходит измен Потом конечно Меняется отношение к измене К сожалению Наверное как к убийству человека Первый Ну когда описание На войне убит первый Тебя рвет У тебя истерика Страх Ты не понимаешь Что произошло Ты нарушил связь Ты перерезал какую-то ниточку А потом это становится обыденным Но Во-первых Ощущение предательства Со своей стороны Есть абсолютно точно Ты предатель Ты предаешь Даже не человека Ты предаешь ваши отношения То что было создано Ты предаешь Те минуты счастья Которые между вами были Ты предаешь Искренность И откровенность Ты предаешь Наверное То Безумно святое для тебя Что есть в этой женщине То что ты И любишь как человек И то что ты Берешь как мужчина Вот это ты предаешь Надо уметь вовремя Выходить из отношений Или же Иметь силу духа Чтобы даже будучи Внутри отношениях Сказать Мне нужна пауза Я сейчас уйду И я буду жить так как я живу Что тоже является расставанием В принципе Да Но это можно воспринимать Как некий обман Типа Ластование лай Да Мы еще на что-то будем Тест драйв Нет Ну да Но с другой стороны Нет Это может быть и правда Потому что людям надо определиться Иногда понять Вопрос что за это время Могут быть измены А может и не быть измены Измены это не то что О Кто-то появился Я сейчас кинулся Когда ты любишь Когда у тебя гармония с человеком Ну блин Я никогда не то что не смотрю В другую сторону Меня соблазня Причем самое смешное Как только ты закрыт Для всех других женщин Все другие женщины начинают тебя Они хватать и тянуть Им так хочется Разорвать этот круг А ты как Я вот Видишь у меня титьки Вот Иду и титьки Я вот лежу Я уже готов Ну лежи Потом Когда проходит Там Несколько лет Твои отношения заканчиваются Разрушаются Наступает пауза Ты говоришь Блин А где сиськи Где сиськи Где ножки раздвинутые Где они А в этот момент Ты даже не клюнул Но Все происходит тогда Точно так же Как и у женщин Когда что-то нарушается Но мы сохраняем Видимый каркас Вот эти отношения Они уже ничем Не подкреплены И вот тогда идет Собственно говоря Мужчина Как правило Вначале Ищет Некий покой И теплоту Гармонию Да Некую Ту самую поддержку Которую он искал В той женщине От которой она сейчас Уходит налево Есть чистая похоть Бесспорно Но опять-таки Чистая похоть Если ты не любишь Если ты живешь Ну вам хорошо Вы встретились Вы живете Но собственно говоря Почему нет Но если есть любовь И она разрушается То скорее всего Ты бежишь За этой теплотой А дальше начинается Круг-круг Причем любая любовница Со временем становится По претензиям По отношению Такая же Как твоя жена Самое главное Что они обычно Очень похожи Они да Еще к тому же Очень похожи Сейчас претензии С двух сторон То есть у меня Однажды мой товарищ Который Значит Он первый Как раз в нашей компании Вот мы обсудили с ним Он сказал о том Что он изменяет Расчехлился Да Он изменяет Причем я понимаю Почему опять-таки Почему он изменяет Потому что он потерял Связь с женой Почему они разводятся Скажи мне Потом развелись Потому что Вот я не знаю Почему А почему я Так всегда долго в отношении Потому что мне тяжело Потому что мне тяжело Поставить крест Не на своей Что мешает Давай так Конкретно Что Причинить боль Я не знаю Мне кажется Что я причиняю А есть ли быть плохим мальчишкой Нет Плохим я и так нехороший Плохим мне уже это Нет Причинить боль А что с тобой делает чужая боль Вот ей больно Что это делает с тобой Для меня это все равно Тоже некое предательство В все равно завершение отношений Наверное так Вот я сейчас пытаюсь Говорить тебе то Что первое приходит в голову Чтобы не Это прекрасно Да Пытаюсь Но наверное тоже предательство То есть ты себя чувствуешь предателем В этой ситуации да Потому что я повел Да человека Помнишь мультфильма Я подарю тебе будущее Со сковородками То есть я сказал Я подарю тебе звезды И подарю тебе космос Ведь еще очень мало людей Которые способны расстаться Сохраняя при этом Плюс а не минус Но как правило Как правило Вот это расставание Ты представляешь Эти глаза женщины Которая будет в горе Которая будет от тебя закрываться Там даже не столько негатив в твою сторону Сколько причиненная вроде как бы боль Причем вот сейчас я тебе это говорю Я понимаю что очень часто это Это не совсем правда Потому что это тоже Некое клише Которым женщина пользуется Причем она в это верит Женщины манипуляторы 200% Причем они бывают осознанные Неосознанные Они бывают талантливые Бесталантливые У них бывает 30 клише А бывает 364 клише И мужчина Юный мужчина Проходит вот эту школу обучения Женским клише Повадкам врага В течение всей своей жизни Но самое смешное Что вы на самом деле Вам будет легче с теми Кто эти клише уже знает Потому что он скажет Так родная Я все понял сейчас Вот сейчас не дави Вот это сюда Это сюда А хорошо Это твои взгляды Вы с этим не согласен Или наоборот Я понял Я понял что тебе на самом деле надо Только вот убери вот эту фигню А юнцы попадаясь на это Во-первых они вас обманывают Что так будет всю жизнь Что вам будут верить А во-вторых Ты начинаешь У тебя получается тоже Какой-то клубок из Боже мой Я вот я чуть что Я всех их бедных несчастных Перемучил Задушил и убил Да не убил я ни одной Не задушил Я у тебя не раз в интервью Встречала формулировки Серьезное отношение Мимолетный роман Где граница Ну знаешь Есть же поговорка Ты ей улыбнулся Она уже увидела себя В подвенечном платье Поэтому для девчонок Этой границы нет вообще А для мужчин Расскажи нам Значит по поводу мужиков Мужики которые достигли Определенного возраста Или определенного состояния сознания Они тоже начинают Они говорят Ой она мне улыбнулась Он ее уже тоже видит Поверь Ну не у плиты В драном фартуке Но он ее тоже видит женой Он наверное представляет Скорее всего так Она дети И вот как он А он такой знаешь В большой гостиной Как здесь Камин В трениках Чешет пузо Ну почему Ну почему пузо Почему трениках Драный фартук Извини Я сказал не в драном фартуке А не в драном фарту Хорошо Не в драном фарту Окей не в трениках Да Давайте уберем Эту советскую атрибутику К чертовой матери Сидит красивый без пуза Так Вот где грань Вот смотри Когда мужчина пообещал Ну опять таки Есть обманщики и вруны Нет когда я понимаю Когда отношения становятся постоянными Когда ты впускаешь человека Не в Как сказать Зону наверное Отдыха и шампанского А когда ты впускаешь человека В мир уже своих проблем Пытаешься войти в его проблемы То есть когда ты начинаешь Разговаривать Про то что с тобой происходит Да Делиться Быть открытым Ставить какие-то общие цели Соединять свои цели С целями человека Соединять свои обстоятельства С его обстоятельствами Вот это начинается Уже достаточно серьезное отношение Но опять таки Все равно Они определенным образом заявляются Вот это очень Надо договориться Да Надо сказать Да То что я считаю Что в общем да Потому что А как ты это говоришь Скажи вот какую фразу Ни разу не было сказано Одинаковой фразы Наверное Какой-нибудь пример Ну чтобы бабам моим Опознать Да никак они не опознают Нет Тут есть некий момент Заявка на то Что мы вместе Мы вместе принимаем решения У нас вместе планы Но вообще по идее Мужик должен сказать Конечно Переезжай ко мне Вот это да И то это еще не значит Что это будет семья Но переезжай ко мне Это уже отношение Это точно отношение Это у нас один товарищ Такой очень большой ходок Женился И про него Значит рассказывали историю Его спрашивают А как ты женился Он говорит Ну как Я познакомился с этой девчонкой Года три тому назад Трахнулись Значит потом Ну разбежались Потом Через месяц Опять трахнулись Потом прошло полгода Потом мы встретились Трахнулись Обнялись телефончиком Все как-то удобнее Потом еще вроде как Трахнулись Потом опять исчезло Потом опять встретились Трахнулись Еще раз трахнулись Я говорю Слушай Ну а что ты это Давай как-то это Чаще приходить Отдалки ключи от квартиры А потом Лежу с утра Смотрю на нее Она спит такая Косая кривая Из-за них козявки Там что-то еще И понимаю Блядь Вот с этим выражением лица Вот с этим заспаном Я хочу просыпаться Каждое утро Но она ни разу не сказала Можно я к тебе перееду Понимаешь А как мы с тобой поженимся А ты меня любишь Но женщина в любом случае Она не задает вопросы Она очень часто говорит Так я поняла Значит если он сейчас Делает это Значит это уже отношения Да не отношения Спроси А нужно задавать эти вопросы Нужно Отлично Нужно Как если ты встречаешься Раз в неделю Или может быть там Раз в три месяца Или раз в полгода Наверное глупо Задать вопрос об измене Да Какие-то вещи Совместные планы Какие совместные планы Надо ловить момент Есть Опять Нельзя изначально Говорить Давайте так Мы с вами познакомимся Знаете Вы мне нравитесь Я вас хочу трахнуть Давайте-ка обсудим Дайте наши условия Вот мои пункты Вот ваши пункты Это же бред Значит в какой-то момент Когда у тебя рождается Этот вопрос Надо его просто задавать Что, как, как мы Это не значит Что, когда мы поженимся Это неправильный вопрос А какой правильный? Ну можно было бы задать Мы можем строить Какие-то планы Да Там вот у меня будет Там например Отпуск дорогой Ты хотел бы поехать вместе Ты хотел бы рассмотреть Эти планы вместе Мне было бы Мне бы хотелось Да Или Он может сказать Ну может быть мы Нет я пока не хочу жить совместно Или Да Если ты мне вдруг предложишь Знаю Я буду не против То есть наверное так То есть вместо того и комфорта Ты знаешь парень Место того и нормально Мне тут И в постели хорошо И за столом хорошо И на прогулке Ты знаешь Я даже готова Посмотреть Как ты вообще живешь Увидеть тебя в этом Наверное так Вот какие-то такие вещи Которые определяют Общие моменты А потом будет Будет осознание Когда надо спросить Мы с тобой как Женщины думают часто Что такие вопросы Пугают мужчин Тебя мог бы испугать Такой вопрос Нет Почему такой вопрос нет Опять как он задан Когда мы поженимся Этот вопрос пугает всех Да А вопрос Мы что-то планируем Мне рассчитывать на тебя Я еду Не знаю К своим родителям Хочешь поехать со мной Это не значит Что ты должен знакомиться И значит Что мы с тобой женимся Хочешь или не хочешь Тоже определенные вещи Потому что когда ты не хочешь Входить в жизнь другого человека Это Ну определяющие вещи Когда ты говоришь Да поехали А почему нет Но только пока без свадьбы Ну без свадьбы То есть есть Что там такое со свадьбой происходит Ну потому что для мужчины Все равно потеря свободы Потеря свободы И опять Наш опыт А куда она девает Подожди А куда она девает Пока мужчина отдыхает Женщина Пользуясь его сном Завоевывает его пространство Всегда Забирает Ну потому что Что она Многие женщины Все забирает Господи И только после свадьбы Забирает То есть если не расписано Нет, нет, нет И до свадьбы тоже пытаются Но после свадьбы тем более Причем для мужчины Для женщины После свадьбы Все состоялось Очень многие меняются Ну потому что Во-первых Конфетно-букетный период проходит Проходит период Когда мы спрашиваем А можно ли А было бы ли тебе Мило или мило и удобно А что в браке не надо спрашивать? Надо А ты мне скажи Ты мне покажи Хоть один брак где-то происходит Чтобы мужчины перестали бояться брака Нужно как-то уметь Давать им понять Что с тем Что мы поставили штамм в паспорте Наши отношения Собственно не претерпевают Это раз Во-вторых Брак Понимаешь То же самое как дети В какой-то момент Когда у меня с Ольгой Были тяжелые Такой период в отношениях Один мой друг сказал Слушайте Родите ребенка Ольга успокоится Нет Сказал я Потому что никакая женщина Не успокоится Она решала другую проблему Точно так же как и брак Он должен быть Как дети Должны быть рождены в любви Когда человек говорит Ты знаешь я хочу Я хочу Давай Вот давай Вот сегодня Будет не будет Давай Так же и брак Когда Слушай Ты если ты исчез Я не против Тогда это естественный путь Потому что это понимание Но это всего лишь Когда мы сообщаем государству О том что мы спим В одной кровати На законных основаниях И можем пройти К друг другу в реанимацию Да Но в общем По большому счету Это у меня один товарищ Женился на своей жене Когда у них дети Одному было там 7 Другому по-моему Уже 8 или 9 Я говорю Почему? Он говорит Беспризорники бегают Надо усыновить Мне так понравилась Эта фраза До этого не было никаких вопросов Потому что все было сделано Все обеспечено Все было хорошо Ну как-то думает Что они как-то бегают У меня Понимаешь Надо как-то им Дать Отца Фамилию Да Фамилию Вот так они поженились Я пил на этой свадьбе Это было замечательно Такое отношение Правильное Потому что Когда у нас брак А ты понимаешь Что брак? Что? Что брак? Нет Ну это тоже У меня же есть хорошая фраза Когда Меня пытаются вести под венец Активно А я понимаю Что я туда не хочу Говорят Ты знаешь То что я позволяю своей девушке Я никогда не позволю своей жене Хотя это тоже ложь Потому что Позволял Поэтому собственно Все заканчивалось Даже в гражданском браке Если ты так сказал Так и надо делать Но в принципе Это же правильно То что позволено девушке Не позволено жене То что позволено парню Не позволено мужу Это тоже надо понимать Есть определенные обязательства Вот что конкретно Позволено девушке Что такого будет Не позволено жене Ну Ну вот например То что мы говорили В самом начале Да О том что женщина Не имеет право Делать какие-то вещи Да Мужчина ее икона Касаемо Опять таки Мужчина все равно Как ни крути Собственник А женщина Да Я абсолютно не мусульманин Я не придерживаюсь Чедры Но есть там Ну и пример Вещи Которые в поведении Флирт с мужчинами Форма одежды То что Давай так Вот как можно Твоей девушке одеваться И как будет нельзя Твоей жене одеваться В чем разница Ну пока мы Всего лишь там встречаемся Да Так скажем Определенная Гиперсексуальность в одежде Открытость Она Ну как Во-первых Ты не имеешь права Ничего сказать Во-вторых Ты сам на нее попал Но если ты выходишь замуж Ну я скажу тебе Я скажу со своей стороны Вот приходит мой друг Со своей женой Минуточку Если я вижу То, что я не должен видеть Мне неловко За моего друга Это не значит Что она опозорила его честь Мне неловко Потому что я начинаю теряться И не понимать А если это просто его девушка Ты не теряешься? Ты думаешь Ну нормально Сиськи девушки Можны Ну тоже конечно Перебор Но в любом случае Она еще девушка Неизвестно как повернется А с женой что известно Как повернется Серьезно Ты вот развелся Ну развелся А ты думаешь Были соблюдены правила Думаешь Нет, все равно это важно Потому что здесь уже есть Определенное Ну не зря же было Платок повязывали Не повязывали В общем это типа Какой-то статус Который накладывает Обязательства на поведение Да Потому что Все равно Мужчина Он может быть такой или сякой О нем судят по его жене И ну и какие-то Наверное Моменты Все равно связанные Хотел сказать С отчетностью Ну Приехала Уехала Да Ну с отчетностью То есть Жена есть жена Да То есть Она Уже не То есть нет Она Она свободна Она свободный человек И ты уважаешь ее желание Но если она говорит Ну знаешь Я тут взяла И пошла И вот А предупредить Нет И я тебе могу сказать Что я тоже очень часто Ошибался в этой ситуации Будучи в гражданских браках Когда я Думал Сейчас объяснять Ну Опять Что значит объяснять Не так часто вырываешься Думаешь Ну сейчас тебе будут Опять по мозгам Ехать Ну это же знаешь Такой кажется мне Двусторонний процесс Что если бы нормально Воспринималась Эта ситуация То как бы И не было бы Не надо было бы убегать Конечно Там дорогая Ты знаешь Вот сегодня я буду скотиной Можно я сегодня Вот так вот лягу Сейчас туда чипсы закину Сейчас пивом напьюсь Футбол я не смотрю Но присоединись ко мне А почему бы и нет Или там Я сейчас с пацанами Ну Хочем заезжай Не проблема Потому что Ну Но мы бухаем В одном из интервью Ты сказал Что нужно менять систему Систему отношений Между мужчиной и женщиной Я процитирую Да Мы поколение одиночек Не хотим подстраиваться Ущемлять свою свободу Вступаем в брак с мыслями Если что-то пойдет не так Разведемся Наверное Надо менять систему отношений Между мужчиной и женщиной Давай представим Что у нас вот прямо сейчас Да Типа в порядке бренда Есть возможность Полностью перекроить отношения Человеческие Да И как бы выдать им Какой-то готовый шаблон Как это будет выглядеть Что там должно быть Чего не должно быть категорически Ну Во-первых Давай пять пунктов Вот прям Конкретно Убираем понятие Из брака Временного Союза Это становится Союз постоянный Мы не можем Поменять Апгрейдить Как телефон Купить новую модель Я не знаю Как это правильно Обрисовать Но Мы не можем завтра Поменять отношения на раз Потому что нас эти не устроили А что делаем Если не устраивают Как говорили старики Мы выросли в те времена Когда Сломавшуюся вещь Не выкидывали А чинили Женщина все-таки понимает Что если она Идет под защиту мужчины Она Идет вторым Она идет ведомым Не значит Что это ущемляет ее права Но в бою Есть ведущий Есть ведомый Ведущий берет ответственность За ведомого Что ты все время С кем-то воевать собираешься Не воевать Я тебе объясню Армейские Армейские примеры Они очень точные Потому что они просчитаны Они то же самое Как удар Это перемещение кулака По кратчайшей точке К цели Понимаешь И ты ничего Можно придумать Сколько угодно Других Объяснений Но это самое точное Поэтому Армейские Женщина идет за мужчину Идет за мужчину Идет за мужчину И принимает тогда его власть Отдавая себя В руки его Так Третий Нет, подожди У меня есть уточнение Про второй А вот как бы А если этот мужчина Я не знаю Пошел детей убивать А если этот мужчина Наркотой торгует А если этот мужчина Женщину эту пиздит Надо тоже все это принять Терпеть Нет Вот ты за него вышла замуж Минучка Опять Нет, ты не знала Значит не знала Как только узнала Принимай решение Это другое Тогда можно брак разорвать Разорвать можно В данной ситуации Да И у тебя есть даже Вообще-то обязанность Наверное перед обществом Если убивает детей И торгует наркотиками В конечном счете Хочешь сама Хочешь через Органы Органы, да Но в общем Остановить этого человека Да Я считаю Да, то же самое Как Твоя женщина Оказывается маньяк Ты же за нее Несешь ответственность Третий пункт Ты знаешь Эти два Они определяют все Я даже не вижу Третьего, четвертого и пятого Они точно определяют ситуацию Все выстроено в систему Взаимоотношений А дальше все остальное Взаимное уважение Взаимный интерес Ты сказал, что у тебя есть друзья Которые изменяют Как тебе кажется Их женщины могли бы сделать Что-то Чтобы они Так не поступали Думаю, да Например Надо исходить Из каждой конкретной ситуации Но в любом случае Еще раз Измена Это потеря Взаимного внимания Мы с тобой сейчас говорим Кто-то из ребят Из операторов Перехвата инициативу Я тебе изменил А если весь мой интерес здесь Значит здесь Мне хорошо и интересно И правильно Это взаимно Причем и для мужчины И для женщины Мы когда были пионерами И одна пионер-вожатая Читала к нам книжку Ты как психолог Может быть По описанию Ты написала женщина Про семейные отношения Про то, что ее муж Будучи они уже были зрелыми Стала изменять Она это почувствовала И ее там внутренние переживания А потом действия Она говорит Я поняла, что Он уходит к ней Потому что он находит там Что-то То, что он не находит здесь Почему я должна за это Его гнобить А я попробую отбить Его, не говоря ему ничего И она Простроила Вернула отношения Он вернулся к ней Причем потом покаялся Сказал Ты знаешь Я тебе изменял Ты нас с этим закончил Говорит Я знаю Я тебя прощаю Но то же самое Как мужчина Если ты уходишь Питерами с мужиками Бухаешь И твоя жена Остается одна Ты думаешь Она будет сидеть долго одна Тут как бы все обоюдно Слушай Смотри Вот тот пример Который ты привел Например Я со своей стороны Делаю максимум Для того Чтобы твое внимание Было сконцентрировано На мне Есть у меня такой Потолок Но Тебе больше интересно На кого-нибудь другого Смотреть На Сашу Ты прям Тянется Это моя проблема Или твоя проблема Это проблема двоих Если говорить Все-таки об измене Опять Ты знаешь Тоже очень интересный момент В отношениях Мужчины и женщины Есть интересы семьи А есть принципы личности И например Я просто с этим сталкиваюсь Достаточно часто Когда женщина оценивает Поступки мужчины Как вредоносные для семьи Он мог Там я не знаю Взять вот это Украсть Он мог попилить бюджет Он мог быть вот здесь Он этого не сделал Он предал нас А сказать Я уважаю своего мужа За то что он Остался С понятием чести Уважать человека За поступки Которые иногда Вредоносны для нас Но тогда Именно тогда Мы живем С моей королевы Или с моим королем А если ты не можешь Его за это уважать Ну не знаю Гуляет твой муж Его за это надо уважать Нет Гуляет нет Если гуляет То почему такое уважение Есть какая-то проблема Опять Если гуляет Ты счастлив или нет Ты готов это принять Все равно или нет Просто опять-таки сказать Нет Это недопустимо Пошел вон А если ты при этом Все равно Да это больно Но потеря будет больше Не в смысле Потери обеспечения А потери этого человека Будет больше Чем приобретение А зачем У меня для тебя Финальный вопрос Что самое ценное В отношениях Счастье Которое ты испытываешь Давая счастье Тому кто рядом с тобой Во-первых Я покопался в себе В какие-то моменты Даже залез Который раньше Не совал свой нос Это хорошо Потому что все равно Есть зоны Которую ты видишь Шесть зоны Которые остаются Закадом А мне пришлось Ответить себе На кое-какие вопросы А кое-какие Я возьму с собой Как домашнее задание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok